Друзья, по стандарту с кайфом лайкаю первые 100 комментариев. Ну что, друзья, здорово всем, Пандосов Иксович на связи. Зимние Джокеры представлены в игре и, собственно, начинаем на них охоту. Также у нас представлена премиальная пачка кумиров, мы их никогда не поймаем, поэтому просто забейте. Этот ивент определенно точно выше на голову того, что было представлено в прошлый раз. Я уже успел забежать в ПК, собрать себе вот эту вот сексуальную карточку за ХА, 5 на финтиков, 4 на слабой. Также собрал себе Джибриля Соу, сегодня будем тестить, не только пакетики будут, также геймплей. Геймплей непростой, а состоящий практически фулл составом из зимних Джокеров. Но перед этим давайте по фасту мы глянем на резочку с прошлого стрима, где, собственно, я ловил этих самых зимних Джокеров. Кажду, секунду все. Игра за 7000 рублей. Опа, новая карточка, чуваки! Это новая карточка и это у нас, наверное, самая худшая карточка, которая могла бы упасть нам. Это Ачимпонг. Блин, статы у него прикольные, на самом деле. Еще пики не собирал, до пиков не было, были только паки 81+. Опа, хороший волкаут! Бельгия, Дебрюны давай! Нет, его как он... Улетит у меня, естественно, в СБ. Че, и новая карточка упала, нихуя себе! Вот она еще, друзья, вторая топовая карта мне падает. Добрый вечер! Эм-барба! Че за позиция вообще? Пе-эм-барба. Ну так вот, ребята, поймал я двух Джокеров, Эм-барба. Также перед началом записи я открыл немножко пакетиков. Мне упала еще одна карточка Джокера. Это Испанец ЦЗ. Наверное, самая худшая карточка, которая могла упасть. Ну и давайте в надежде поймать еще одну карточку. Я залетаю в промо-магазины. По 125 тысяч пакетики у нас имеются. Поехали. Так, первый пакетик открывается. Опа-на! Это герой! Это герой, друзья! Внезапно, неожиданно вылетает герой, но это... Такой себе герой. Даже комментировать не хочется. Опа-на! Еще один упал! Еще один игрок зимнего Джокера мне упал. Это Тарапт. Карточка тоже выглядит очень круто, на самом деле. Но, опять же, лига это проблема. Опа, волкаут! Хороший волкаут! Салак! Нихуя себе! Это тоже было неожиданно. 90-й рейтинг, точнее, 89-й. Мухаммед Салак. Он сейчас вроде даже что-то должен стоить. Еще и Лукаку, еще и Ханданович. Слушайте, нормальные промо-пакетики. Так, ну что, пакетики пооткрывали, словили 4-х Джокеров. И теперь давайте переходим к геймплею. Но перед этим давайте я познакомлю вас со своим составом. На воротах у нас будет стоять Мартинес. Мартинес будет стоять для того, чтобы линковать Туанзебе. Классная карточка, стоит 167 тысяч. В паре с ним будет стоять НиАКТ. Тоже еще одна зимняя карточка Мукуэль. Его будет классно линковать. Слева у нас будет стоять Карне. Я думаю, вы прекрасно понимаете, для кого. Вот, также у нас тут будет бегать Соу, которого я также собрал. Линковать его будет Эмбола. Справа Хоффман, но, скорее всего, он будет в начале матча уходить. И какой-нибудь Ачимпонг, наверное, будет вылазить на поле. Также, друзья, мы покупаем себе Кингсли Коммана. Интересно выглядит карточка. Будем ее тестить. Ну и Поль Погба. Также залетает в нашу команду. 1 миллион стоит эта карточка. Нормально, это на комиссии въебусь. Но все ради контента. Ну че, вот таким вот по итогу выглядит наш соскладик. Водро, здорово, красиво. Собственно, пойдемте, найдем нашего первого соперника на сегодня. Соперники, наверное, будут охеровать от того, что происходит не оскладе. Так, че это за команда? Коновара, Акин, Мукунку. Ну, естественно, я не успел поставить весь склад. На Погба. Погбинский может ударить. Нихуя себе! Поль Погба! Вот за что лям монет, блядь, я отдал. Не, Погбинский ударил так ударил. Нормально так. Просто с прямого удара первым ударом на шару залетает. Хорошо, 1-0. Кстати, заметьте, как яшники в дизайну подготовились с нового года. Закинули снежочек нам. Что, Погбинский? Погбинский. И Заха! О, блядь, че, блядь? Ему никто не помешал. Это просто вот такой вот удар Заха. Так, Погбинский. Хорошо ушел. Нормально Погба так. Качнул. Еще раз качнул. Нихуя. Так, давайте еще третий. Вот так вот. О, блядь. Что за тип, блядь, пиздец? Не, Погба это прям топ карточка. Не знаю, может, конечно, тайминги так хорошо входятся. Поль Погба! Ебать, Погба это просто монстр. Прям продавать его не хочется. Так, я вижу, здесь забегает Заха. Заха. И в дальний. Не, Погба прям так и хочет забить. Ебать! Блядь, если бы ты еще и забил, чувак. Коман левша? Нихуя! Залетела, блядь, Погба! Это что, лучшая карточка в истории FIFA? Хэт-трик, блядь! С лонгшота! С навеса! И со штрафного! Ебать! Я в шоке от этой карты! Нет, чуваки, говорите, что хотите, но этот лям, блядь, он полностью оправдывает. Все, друзья, заканчивается у нас матч. Я даже не знаю, что добавить. Поль, Погба, хэт-трик. Так, следующий соперник. Это у нас просто пылочка с Лигой 1. Так, Погбинский пошел. Пошел. Блядь, ну мне прям хочется за него играть, блядь. Дриблинг еще такой охуительный, несмотря на то, что он, блядь, ну, огромный парень, так скажем. САУ! Ну, Погба! Погба, блядь. Хорошо, Коман. Ну-ка. Блядь, какой плохой удар Коман забежит. Ну, братан, ну забей ты. Наконец-то, блядь, выход один на один, конечно. Хэт, блядь, блядь, это гол, скорее всего, да, один-один. Погба, макиковная. Так, соперник, я не праздновал. Чё ты там руками крутишь, вертик? На Эмболо. Эмболо! Иди нахуй, Эмболо! Чё за удары, блядь? Блядь, нас вырубили. Но похуй. Но похуй. Но похуй, блядь, да Коман! Заебал с метра, блядь, не попал! Так, хорошо, на ЗАА. ЗАА. В ближнюю. Блядь. Я не понимаю, блядь. Но вот какого ебаного хуя эти ебаны не забивают? Давайте вот так вот сделаем. Я не знаю, блядь, может так залетит? Нет, и так не залетит. Не залетит, друзья, не залетит. Ну! Да, блядь, не знаю, как не забить. Просто ужас какой-то. Подача. Погба. Блядь, штанга. Ну! Как?! И это, блядь, ему никто не мешал, ебучий ЗАА, блядь! Худшая карточка за всю историю Ultimate Team, блядь! Как это возможно?! Ну, либо это какие-то скрипты ебаные подрубились, либо реально карточка говно, но это уже не смешно, блядь! Ну, пожалуйста! Я вам базарю. Это, блядь, ебаный Ганди Капыч подрубился. Ну, в этом матче я должен проебать по всем законам жанра. Блядь, у меня защитники тупят. Блядь! Вы после этого напишите, что, ну, типа, Ганди Капа нет, все справедливо, блядь. Ну, вот просто вот напишите. Димария с правой ноги две звезды, блядь, зато мне кладет просто на похуй. У меня даже не горит. То есть я уже, типа, настолько смирился с этой хуйней, у меня уже иммунитет прям на таком уровне, что я уже знал, что все так закончится. Типа, я не верил, что этот матч я смогу даже в нищейку сыграть. Лучший игрок матча на вас. 10 и 0. 10 и 0. 11 сейвов. Я в ахуе. Ладно, похуй, давайте себе еще соперника разъебем. Что за команды? Фикир, Бензема, Решфорд красненький. Так, оман. Наза. Ну, а в этом матче, блядь, с левой ноги сразу же забивает. Да пиздеж это все. Я никак в жизни не поверю, что вот так вот это все работает. И соперник еще левает. Ладно, похуй, тот матч, из чего мы выиграли. Как будто. Что там у нас по составу? Ага, снова Бензема. Э! Что, блядь, почему все пробежали? 1-0. Так, давай, давай, Заха бежит. Заха бежит. Заха бежит. Делает пас. Блядь, а что дальше? Что дальше? А, блядь, команд же левша, ебаный рот. Я забыл, я запутался. Блядь, ебучая левая нога команды. Почему я всегда думал, что он правша? Блядь, вы посмотрите на этот удар. Ну, как можно с такой силой просто в руки ударить, блядь? Блядь, ладно, хорошо. Но это не гарантирует нам успех еще. Подождите, надо еще забить, блядь. Хорошо, команд. И поль. И эмболо. Эмболо. Нормально, на добивании забил. Наконец-таки. 2-1. Так, за. Ну-ка. Хорош, за. Блядь, а можно было вот с самого начала вот так вот забивать? Нормально. 3-1. Нихуя, блядь. А что в защите у меня? Ладно, похуй, в принципе. Не важно, что у меня в защите. Мне немножко повезло здесь. Прострел. И за. Наконец-то. Проснулся, парень. Проснулся, начинает забивать. Ой, соперник не выдержал. И ливнул. 4-1. Так, next соперник. Сериал Лига 1. Нормальное начало. За продолжает феерить. Так, соу хорошо. Соу, кстати, неплохо в центре поля. Я немного его результативных действий отмечаю. Потому что их особо нет. Но при этом отборы делает шикарно. Туан-зэба, блядь. Нормально, как электричка прошелся. Так, Пагба. Заброс нужен. Шикарнейший заброс. Блядь, ну вы это видели? Он искусственно замедлился. Блядь, я не первый раз уже это замечаю. Я же не шизанутый, блядь. Ну вы это видите? Он как будто искусственно замедляется, чтобы не добежать до меча. Потому что скрипт сказал, что нет, ты не добежишь. Бля, это такой пиздец, чуваки. Так, Поль Пагба. Поль Пагба. Слева нерабочий. 2-0. Пагминский продолжает тащить. Еще один гол. 3-0. Не, Пагба это какой-то ебаль, блядь, жесткий. И соперник тоже не удерживает и ливает. Простите, соперники, но сегодня я в ударе. Так, кто там дальше? Нихуя себе Кройв. Венисиус Джуниор. Но это пока что самый серьезный соперник. Ну, по крайней мере, по составу. Так, Эмболо. Эмболо. Найс, Эмболо. Наконец-таки. Это, мне кажется, первый его гол. Эмболо. Назад. Обратно. Обратно. И Эмболо. Как по нотам разыграли. 2-0, чуваки. Так, ну и сейчас по стандарту кик-офф должна залететь. Я знаю все эти скрипты, поэтому я даже не бомблю. 2-1. Давай-давай, без офсайда. Без офсайда. Коман. Коман. На нахуй, блядь. 3-1. Блядь. Тихо. Да отбери ты, ебаный твой хуй. Так, ладно. Игра идет по встречным волнам, так скажем. Коман, хорошо. Коман, в дальний. А вот сейчас ты, конечно, ударил как кусок говна. Ебучий Коман. Давай-давай, братуха. Двойной дабл пасс. И Поль Пагбинский. Поль Пагбинский такое не прощает. 4-2. Да пиздец. Как такой пасс прошел? Ну просто никто, блядь. Никто нахуй не остановил. 4-3. Что за ебанутый матч, нахуй. Так, Поль Пагба. Хороший пасс. Прекраснейший пасс на Комана. И Коман, блядь, забивает. 4-4. Ой, 5-3, блядь. У меня уже крыша едет с этим матчем. Чего, блядь? Нет. Ну нет, пожалуйста. Блядь, иди нахуй игра, блядь. Сука, такой матч был. Ебаный, блядь, конченый. За выход во второй дивизион еще. О, зато у нас прайм иконы есть. Спасибо большое, блядь. Как мне бесит эта игра, блядь. Сучья хуйня. Это был матч за выход во второй дивизион, нахуй. Ну и стата, естественно, блядь, заруинилась из-за этого. Эмбола голы не засчитали, блядь. Пагбе не засчитали. Блядь, идите нахуй. Ой, блядь. Я более чем уверен, что это вот эта вот плашка все заруинила. Потому что, когда я заходил в игру, этой плашки не было. Видимо, они плашку добавляли, блядь. И между тем, блядь, каких-то соперников нахуй повыкидывало из игры. А нахуй, блядь, отторопайте, салам алейкум, блядь. 1-0. Пагбинский. Отличный заброс, блядь, посыл. Пагбы тоже прям ебейшие. Прям вообще не придраться. 2-0. Я тут чисто уже на спокухе без каких-либо эмоций играю. Сори, пацаны. За, давай, слева тоже забивать. 3-0. Прям максимально безэмоциональный матч. Ну и соперник тоже просто взял и вышел. Ну, я думаю, все. Теперь точно последний матч состав соперника снова с Бенземой. Ничего удивительного. Бензема в каждом составе. Работаем, как говорится. Ух, какой пас от Пагба, блядь. Просто мастер своего дела. Я в ахуй, блядь. Пагба это просто разъеб Петрович какой-то. И удары бомбезные, и ассисты отдает. Ай-яй-яй. Ну это гол, скорее всего. Я уже видел, да, как летело на головку. Ну, соперник, ну я, блядь, сразу скипнул повтор. А ты сидишь, блядь, празднуешь, радуешься, бегаешь. Ну, что за токсик? На нахуй вынимай. Вот это сейчас было сыграно охуительно. Снова Пагба ассист. И за прям в девятину. Я, кстати, без файнеса было. Я просто на кнопку удара нажал. Не, за раскрылся. Первый матч, он, конечно, люто порол. Сейчас прям очень нравится. Поэтому самое объективное мнение. Это мнение составлено не из двух, там, трех матчей. А вот хотя бы вот и восемь, как я сейчас уже сыграл. Я надеюсь, вам нравятся подобные обзоры. Точнее, будут нравиться, если я буду на регулярке что-то подобное делать. Просто я не до конца понимаю, что от меня аудитория требует. Я выпустил долгий геймплейный ролик с японцами. Мне сказали хуэта слишком долго. Выпустил короткий ролик с паками. Тоже написали хуэта. И вот я пытаюсь нащупать свою аудиторию. А тем временем Тарат забивает. Точнее, нащупать, что вы от меня хотите. Я, конечно, понимаю, что все разного от меня ждут. Кто-то геймплей, кто-то пак. Пиздец, Пагба разъебывает просто в соло. Так, остановите. Хорошо, Мартинос. Нормально сыграл. Так, за. На Эмболу вроде. Эмболу. Блядь, не Эмболу, это забейте, блядь. Так, Коман, хороший пас. За в дальний. Уебал. 4-1. Ну и соперник, скорее всего, тут ливнет. Пакет, два дружища. Ну и, собственно, второй дивизион. Здравствуйте, как говорится. Фух, друзья, не знаю, сколько по хронометражу ролик получится, но я уже записываю этот видос 2 часа. По итогу, чего по составу. Касаемо двух центральных защитников. Оба сыграли довольно-таки неплохо. Они мне понравились. Не сказать, что что-то вау выдающееся, но в целом со своей задачей они справлялись. Соу очень крут. Выгрызал, бегал, отнимал, но в атаке его практически не видно было. Собственно, для этого он и не приспособлен. Эмбл, это какая-то шутка. Просто забейте. 8 матчей, гол, 2 асиста. Ну, 3 гола. Потому что в том матче, когда вылетели, не засчитали стату. Коман. Ни рыба, ни мясо. Вроде много асистов надавал. 8 матчей, 1 гол, 6 асистов. Хотя у него тоже 3 галешника вроде должно быть, если, опять же, вспоминать тот матч, где, собственно, нас выкинуло. Но в целом мне не очень понравился, честно. Ну, типа карточка 700 тысяч. Определенно точно не стоит. Много моментов руинил. А вот кто мне понравился, это Пагбинский. Это прям супер карта. Абсолютно точно. Я прикуплю его себе, как он только подешевеет. Я думаю, что около 900 тысяч он будет стоить. Не хочу обламываться на комиссии. Ну и за, первое время он мне вообще не нравился, но при этом за 8 матчей 10 голов, то и больше забил. И плюс 2 голевые передачи дал. Очень крутой финишер. Но при этом мы, опять же, держим в голове первые матчи. И, в принципе, если подобных матчей не будет повторяться, то эта карточка очень крутая и достойная. Поэтому, если у вас есть лишние монеты, обязательно соберите. Благо линкуется он довольно-таки просто вместе с Корнет. Так что вот. Ну и Тараптик у нас тут периодически выходил. Даже 2 галешника забил. Ну а за Чимпонга я уже играл вне записи. Пятерочку отгрузил с одним ассистом. В общем-то, вот такой вот видосик получился. Очень важно услышать ваш фидбэк. Интересуют ли вас такие прям долгие обзоры, где я играю по 8 ебаных матчей. Ну, по просмотрам как бы я и так пойму, но и в целом как бы по лайкам и комментариям тоже. Хотелось бы, чтобы вы не кинули фидбэк, насколько вам это все интересно. Ну и в общем-то вот, друзья, Пандосов Иксович был на связи. Я дико получил удовольствие. Это редко бывает, когда новая карточка меня удивляет. А это вот особый случай.